Боже, будь милостью ко мне грешим. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастливый согрешил Господи, прости меня грешим и помилуй. Достойно есть Тихого истинного блажительства Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейший Херувим и славнейшего, истинный Терапим. Без истления Бога, Слово Рожише Исущую, Богородицу Тебе лечаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причистой Твоей, Силы Честного Женотворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй, спаси нас, яко благо, если и человеколюбец. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти мя грешшего, яко не коли же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от мукавой, да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мой недостойно восхолю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сарю небесный, утешителю, души истинные, и же везде свои, вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Преиди и вселися вны и очистины от всяких скверных. Спаси блажи души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и Сын на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, Яко же и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от Лука Богом, Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаем тебе блажь, ангельскую песню, опиемте сильный. Свят, 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 если Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь на воздвигном месте, Господи, Думай, просвети сердцу, с ним и отверзи, в одеже песни, святая Троица. Свят, 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 если Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кое-го же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородица, и помилуй нас. Ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кое-го же деяния обнажаться. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Основоста, благодарю Тебя, святая Троица. А ко многим героям Твоя благость и благотерпение не прогнелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня за беззакониями моими. Но человеколюбствовал, если обычный, и в ничане лежащего воздвигло, если воежеутривеньте, славослойте державу Твою, и ныне, Владыка, просветимое и отче мысленное. Отверзи мои уста, поущайте со славесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебе во исповедание сердечнем, и воспевайте все святое имя Твои Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, цареве нашему Богу, приидите, поклонимся Христу, цареве Богу нашему, приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, цареве и Богу нашему. 67-й Псалом Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его, ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассеи, как тает воск от огня, так нечестивы да погинут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом, и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему, Господь, и радуйтесь при лицом Его. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил перед народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости Твоей. Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Царь и воинств бегут, бегут, а сидящий дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, Вы стали, как голубица, Которые крылья покрыты серебром, А перья чистым золотом. Когда всемогущая рассеяла царей на сей земле, Она забелела, как снег на сельмоне. Гора Божия, гора Вассанская, Гора Высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы Высокие, На гору, на которую Бог благоволит обитать, И будет Господь обитать вечно. Колесниц Божьих тьмы, Тысячи тысяч, Среди их Господь Носиная, В Освятилище. Ты вошел на высоту, Пленил плен, Принял дары для человеков, Так, чтоб из противящихся Могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, Но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, Во власти Господа Вседержителя, Врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, В волосатой теме закостенелого В своих беззакониях. Господь сказал, От вассана возвращу, Выведу из глубины морской, Чтобы ты погрузил ногу твою, Как и псы твой, И язык свой в крови врагов. Видели шествие твое Божие, Шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, Позади играющие, На орудиях, Среди девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога, Господа, Вы от семени Израилева. Там Вениамин Младший, Князь их, Князья Иудины, Владыки их, Князья Заволоновы, Князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу, Утверди, Боже, То, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме Цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, Стадо волов среди тельцов народов, Хвалящиеся слитками серебра, Рассыпь народы желающей брани. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки своих Богу. Царства земные, Пойте Богу, Воспевайте Господа, Шествующие на небесах небес от века. Вот, Он дает глазу своим, Глаз силы. Воздайте славу Богу, Величие его над Израилем, И могущество его на облаках. Страшен ты, Боже, В освятилище твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Богу. Слава. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, И ныне и пресне, И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну, И Святому Духу, И ныне и пресне, И во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей в многих щедротах и неизречены в милости Ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаящихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой Потому что совершенно не натеел оправдывающих меня Но это вера, да будет превыше всего Да ответит за меня, да оправдает меня Да я ведь причастникам славы Твоей вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово Что торт меня от Твоих руки оградой Ну или хочу, спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее, скорее Погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев матери моей Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил и оказать свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя Без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему Особенно же Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа Во все дни жизни, ныне всегда, веки веков Аминь Аминь Святой Ангел, поставленный хранит мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержание мое Не дай возможности взлома демону Подчинить меня себе преобладанием Твоего смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий Хранитель и покровитель бедному души и телу Прости мне все, чем я скольбил Тебя во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не пронять Бога никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом достойной своей милости Аминь Аминь Молите Бога о нас Вы святая Владычица, моя Богородица Своими святыми всесильными молитвами Отгони от меня смиренного, несчастного раба твоего Уныния, забвения, неразумия, нерадения Удалисти скверные, лукавые и хульну помыслы из закояна моего сердца И помраченного ума моего И погаси плавя моих страстей Ибо я убог и несчастен Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причисто имя Твое славится Во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас Святые угодники Божьи Игнатия Владимир Надежды Ибо мы усердно к Вам прибегаем К скорым помощникам, молитвникам о душах наших Богородица Дева, радуйся Обрадана Мария Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод чрева Твоего Як родила Иси Христа Спаса и Избавителя душам нашим Непобедимая Божественная сила Честного Житворящего Креста Господня Не оставь нас греша Дупывающих на Тя Спаси Господи, люди Твоя И благослови достояния Твое Победа на сопротивные дары Твое сохраняй Крестом Твоим жительством Спаси Господи, помилуй отца Моего духовного родителей и сродников Благодетель Митрополита Иллариона Епископа Иптихи Вениамина Агафангела, Диамида, Тихона, Антония Священарея и Акима Павла, Геннадия, Сергия Сергия Василия, Иоанна, Михаила Наума, Кирилла, Амбросия, Владимир Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть Диаконов Евгений, Александра, Михаила, Андрея Епископа Максима, Митрополита, Митрополита, Сергия, Патриарха, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Митрополита, Тихона, Невест священнический и иноческий чин И высший истинный служитель миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и да еще священникам, если угодно тебе Смири власть и воинство их, наведи страх твой на них И через них сотвори благое церкви твоей, дабы издавали добрые законы, дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся И сохрани их от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эльдогена и Амана И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, научи насценить это мирное время И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой Для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников И сохрани нас в этот день от всякого рода греха и зла и посильных искушений Защити жилище наше и селение от пожара, от воров, отечистой силы И живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафиму, Владимира, брати Болящую Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа Прищи добрые жители с детьми, любящими, знающими законы, уставы твои И сохрани школу Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадовик, Виктор, Сергея, Севастьяна Побуди всех на благовестие Славы Господи, Надежду Валентину, Екатерину Анастасию, Наталью, Евгения, Романа Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Езру, Русика Ему дай веру твою святую Екатерина, Екатерину, Галину, Александра, Александр, Сергея, Сергея Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Возри на угрозу врагов И разруши их злые замыслы против нас Умягчи их сердце, примиря их с нами И в судный день не помяни их безумия Ты уже утишен, Господи, и додаешь отдохновение Слава Тебе Посети благодетель наших, воздаем добром Здесь и в вечность, Елену, Людмилу Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия Путешествующих Раису, Льваю, Виктору, Благослови Возврати С любого дочеку И от пьянства избали Пала, Михаила, Андрея, Владимир, Александр и Игорь И найди отступника Михаила, Николая, Александра, Юлию Благослови Максима Посети болящих Дай силу перенести страдания Приготовь к исходу из этой жизни Элариона Виктора Валерия Это может оказаться на пользу Слава Тебе Дайди все наше родство Христиан И сотворим вечную память Вечный покой И сохранить И сохранить Защити наше сокровище В интернете и книге Здесь и в пути И трудящихся Игоря Христиан И христиан Помилуй меня Грешного Слава Тебе Наш Бог и Игорь Христиан Игорь Христиан Свят 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 Господь Сава Вся земля Игорь Христиан Пресвят Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси нас Молитвами Своими Аллилуйя Воздай Добром Всем Помогавшим Нам Путешествия Павла Зинаиду Владимир Деметрия Надежды Людмил И Посейная Сам Возрасти Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О Негрежьем Добрый Мой Ангел Благодарю Тебя Сколько лет Ты хранил Защищая От Видимых И Невидимых Опасностей Не Покинешь Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди И Навеки Вечное Царство Христа Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О Нас Научи Нас Господи Жить И Бедность Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным Никогда Не Роптать Никому Не Завидовать И Каждому Дару Живьё И Сергею Гаврию Святитель Христов Никола Мердекийский Чудотворец Образ Кротости Воздержания Добрый Архипасты Моли Бога О Нас Блите Бога О Нас Пророки Божьи Илья И И И И Нох Моисей Самуил Аарон И Авель Но И И И Всю патриархи Язраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Ирёсея, Илягей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрек и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, с отделанных в Духе Святом, с любовью, Аллилуйя, и обрати, Господи, к вере в Тебя, Самир и Мур, и кому возвестили Слово Истины. Хвала Тебе, наш Господь и Бог, и Романа избавь от духа лжи, и дары духовное рождение, Виталий, Никите, и желание трудиться в поте лица. Дабы не быть праздными. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, и Херувимы, и Серафимы, и все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, Петр, Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Но дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем жить вечно, они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста, Анфиму, и не амину, дай веру, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя. Благослови Терентия, Екатерину, помилуй их, Господи, помилуй. Благослови, убиваемых детей Твоих по всему лицу земли, благослови и укрепи, дабы никто не отрекся от Тебя, и прими их в обители вечные. Молите Бога о нас, святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилиев, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Крыштадский, Ян Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь и сохранит в святой православной вере, а замыс, ретико прозвей и в ничто преврати. Аллилуйя. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание, молчание. Целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь от непокоривости Галины из семейства Евгении, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю благоухания, приятную перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель нас, Господь и Бог, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий, Сына Твоего, Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Прими нашу молитву ради пролитой крови и страданий Твоих, а всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши трап твой. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро всем! Доброе утро! Доброе утро! Ну, не знаешь, куда идти. О, я пришла. Паля, 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 хорошая паля. Ой, хорошая. Какая хорошая паля, замечательная паля. Ой, ну и какая хорошая. О, опять отберешься. Давай. Давай, давай. Ой, красивый, ты. О, опять отберешься. а это уже на полочке во имя отца и сина и святого духа аминь меня хорошо слышно надписи не видно текста слышно хорошо меня слышно слышно хорошо меня нормально других не знаю слышно слышно оля видео включи во имя отца и сина и святого духа аминь книга открытым оком том 5 вопрос 1482 тема смерть что можно сказать когда слышишь о смерти известных людей какие мысли должны быть у христианина при известии о такой кончине вот сообщили что погиб в автокатастрофе 22 марта 2003 года мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич что о нем можете сказать отвечает Игнатий Тихонович Лапкин нужно все рассматривать с позиции вечности был ли человек верующим и жил ли согласно Слово Божие был ли прилежным христианином книга порока Иезекииля 33.11 скажи им живу я говорит Господь Бог не хочу смерти грешника но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был как велик бы ни был человек но после смерти он уже не тот и там он одинок и отвечать ему за все Премудрость Соломона 6.5 страшно и скоро он явится вам и строг суд над начальствующими сегодня в церкви интересуются только об одном чтобы умерший был крещеным а дальше попы поправиться они уже все ходы выходы знают на том свете как пообещать Царствие Божие как успокоить родных как и что читать почем это продвижение из ада в рай будет все транспортные расходы души грешника возлагаются на родственников Библия же четко отметает все софизмы человека с кодилом Вангле Таана 3.36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную а не верующий в Сына не увидит жизни но гнев Божий пребывает на нем 2 послание Коринфянам 5.10 и во всем нам должно явиться пред судилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое кто не уверовал во Христа как своего спасителя кто не отдал ему свое сердце кто не родился свыше тому лучше было тому лучше бы и не родиться вовсе он обречен на вечное мучение а великость человеческая это все мерки сиюминутные где знаменитые цари и правители борцы и воины не все ли не все ли прах и тлен как было с теми так и будет с этими же люди как мошкара Сирахова 14.19 как зеленеющие листья на густом дереве одни спадают а другие вырастают так и род от плоти и крови один умирает а другой рождается 3 ездры 6.56 о прочих же народах произошедших от Адама ты сказал что они ничто на подобной слюне и все множество их ты уподобил каплям каплющим из сосуда мне всегда когда слышала внезапной смерти знатных людей приходит на мысль картина вдруг тело разбито и душа уже парит над катастрофой и еще не может ничего понять ей неведомо то состояние да и не хотела она покидать грешное свое жилище она тоскует рассматривает развалины смятую машину и видит своих родных и близких людей которые быть может еще живы но тоже раздавлены она пытается к ним обратиться проходит через них и по малу начинает осваиваться с потусторонним миром и везде для такого ужас и мрак всюду печаль и стон когда мне сообщили о смерти Баварина то мне стало до слез печально за него он в моей жизни принимал доброе участие и мне бы хотелось за него помолиться а я даже не знаю крещен ли он так тяжело на душе он был парторгом моторного завода был мэром уважаемым какое же он имел право так рисковать с собой на нем так много висело в какой-то край в горный алтарь ринулся на встречу с каким-то знатным человеком взял с собой жену якобы не справился с управлением как мне сказали что он на горной дороге перевернулся миг и уже ничегошеньки из того что было нет ни бензоколонок ни шикарных магазинов ультра ни знакомств ни практика твоя ни умение общения с людьми ни заботы твои уже никому не нужны через год ты и не вспомнишься смотрю на фотографии вот он стоит с Коршуновым тогдашним губернатором Алтайского края и с епископом Антонием когда этот их всех наградил церковными орденами когда этот их всех наградил церковными орденами улыбаются и уже двое на том свете а время то всего ничего и прошло то вот с епископом он подписывает документ о сотрудничестве по оздоровлению общества где они оба теперь созвонился с администрации узнал уже к вечеру что он был что был где он крещен это абсолютно точно еще позвонил главному редактору Алтайской правды Ольге Шевчук и она тоже утвердительно сказала что он был крещен тогда я позвонил друзьям сообщил им что в келейной молитве можно за него помолиться а мне и звонят что может быть теперь он у меня в комнате теперь то он понял что его нас кто его настоящие друзья что мы за него всегда ежедневно молились чтобы душа его примирилась с Богом мы его любили он так много нам помог нам есть теперь нам есть где теперь собираться молиться он не свое нам дал а мое и притом одну двухсотую часть похищенного меня вернули по решению суда но я понимаю что если бы не Пороскун ЮФ не Баварин ВН то и много мне лиходеи коммунисты не отдали бы и не видать то и этого мне лиходеи коммунисты не отдали бы и не видать бы мне этих домиков как своих ушей сегодня всем ясно что по величию своей личности по уважению в народе ему не было на Алтае равных его кончина и на день вооруженных сил когда все настроены были отдыхать и гулять вдруг так внезапно и оглушающая смерть и так легко стало достучаться до каждого и меня это ждет люди опомнитесь покайтесь пока еще солнце светит вам Евангелие от Луки 13.3 покайтесь пока еще солнце светит нам Евангелие от Луки 13.3 нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибнете а он уже пошел на отчет к Богу с которым он не был так близок как с народом в случае сегодня такая беда с Суриковым АА губернатором или даже с Путиным ВВ то в Барнаульцах это бы не отозвалось такой болью я вот пишу и слезы на глазах да почему же ты открыто не молился не проповедовал о Христе только ради человеческой славы авторитета дешевого все делал господи как все ужасно теперь уже не благословишь его как раньше так ты смотри там стоит попросительный знак и ты можешь давать нужную интонацию только ради человеческой славы и авторитета дешевого все делал господи как все ужасно теперь уже не благословишь его как раньше мы когда идем из университета с наших занятий по изучению слова Божия то всегда пешком и в пол девятого вечера мимо городской администрации и я знаю где его окно и часто оно светится приду домой и позвоню сидит там как сыч ночной да что же домой то не идет да вот опять трубы где то прорвало то тепла нет и до всего то ему было дело и все выходные он у себя в кабинете когда мне надо было я его там и ловил всегда обнимет засмеется как и стегнеев ВВ так просто было с ним Баварин помог мне получить в частную собственность два домика теперь есть у нас где молиться одиннадцать лет шел у меня суд законфискованное у меня краевой прокуратурой в 1986 году кавычки открываются на последнем этапе своевременную и неоценимую помощь оказали мэр Барнаула В. Баварин его советник В. Овчинников председатель комитета по управлению имуществом администрации города Эл Слуцкий глава администрации железнодорожного района Юпетров прокурор края Юпороску 21 ноября этого года Владимир Баварин Эл Слуцкий В. Овчинников выехали к дому номер 6 на улице Ползунова бывшее здание освода и здесь на месте мэр засвидетельствовал передачу мне этого здания в частную собственность кавычки закрыты так счастливо при полном взаимопонимании закончилась история свое время окруженная многими сомнениями и недоговоренностями постановление администрации Барнаула о передаче здания подписано и вручено Игнатию Лавкину нам остается пожелать православной крестовозвиженской общине счастья в новом доме на снимке Владимир Баварин и Игнатий Лавкин в момент передачи дома фото Александра Волобуева «Алтайская правда» 10 декабря 1997 года газета «Свободный курс» 27 апреля 1997 года для «Слова Божия нет уз» страница 243 на странице 627 помещено мое поздравление пожеланием мэру на его 60-летие цитата «Дорогой Владимир Николаевич великий Бог сотворивший небо и землю Он дает всему жизнь, дыхание и разум 60 лет Господь хранит вас в этом грешном мире Он дал вам многое испытать славу мира сего, владычество над народом многочисленным наградил вас добрыми талантами «О вас, думаю, как ни о ком другом в городе Барнауле о правителях добрая молва в народе и вы достойны таких отзывов отзывов, но что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп он даст за душу свою?» Евангелие от Матфея 16.26 «У нас, православных христиан, не принято праздновать день рождения, дабы не уподобиться безумному ироду. В этот день мы благодарим спасителя Христа за его милости, долготерпение к нам, что сохранил нас среди бушующего моря житейского. Мы всегда ежедневно благодарим Иисуса Христа, что ваше сердце расположено к нам, что теперь нам есть где молиться. Пусть душа ваша обретет мир и покой в Искупителе Иисусе, и ваша жизнь и доброе правление над всем городом продлится еще на многие годы. Вы наш желанный гость, и не только теперь, как мэр города, но любой. Простите, вы наш желанный гость, и не только теперь, как мэр города, но любой пенсионер ли, больной ли, в узах ли, и на лето обязательно приезжайте в поселок Потеряевку отдохнуть. Староста Крестовозвиженской общины, начальник детского лагеря Стана, Лавкин Игнатий Тихонович. Цитата закончена. Баварин мне написал еще раньше, цитата, Ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди пред людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я искренне рад, что Крестовозвиженская община, которую Вы возглавляете, будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю Вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. Номер 0817 от 27 ноября 1997 года. 11 февраля 2003 года последний раз в жизни видел Владимира Николаевича при входе в городскую администрацию. Он выходил с каким-то своим знакомым, увидал, схватил меня за руку и, как всегда, заулыбался, по плечу хлопнул и обратился к своему знакомому. Ты знаешь, кто это? Не знаешь? Да это же Лапкин Игнать Тихонович. Он сделал то, чего не удалось советской власти. Он образовал коммуну. Голубей-то еще держишь? Какие остались? Ну, молодец! Еще до этого Владимир Николаевич несколько раз приезжал на Ползунова к нам и подивился, как многое сделали. Пообещал приходить ко мне на консультацию, как голубей держать, когда пойдет на пенсию. И вот уже ничего этого не будет. Как-то встретились в коридоре краевой администрации и поздоровались за руку. Я ему и говорю. Мне что-то показалось, что вы меня избегать стали. Да что вы! Я мог просто не заметить. Купил у меня вышедшие мои книги, рассчитался. Просил всегда обращаться, когда в чем будет нужда. Но я так ни разу и не воспользовался этим. У каждого своих забот хватает, а мы как-то еще теплимся. Пусть лучше совсем немощным помогает. Припоминаю нашу первую встречу с ним, совместную поездку в его машине. Он на первом сидении, я сзади. Он как обернулся, так до конца и ехал, смотря на меня, улыбаясь и удивляясь. И все это вы бесплатно делаете? Да сегодня палец о палец никто не ударит за так. И я про вас ничего не знал. И вы живете в моем городе. Рядом сидел Овчинников ВП, его советник. Он-то все это и устроил. Помог. Подал наши документы Баварину. Два Володи. И так все это на фотографиях, где мы в поцелуе с Бавариным остались навсегда. Вот другой снимок. Он шагнул ко мне и протянул руку. Ну что ж, давайте ударим по рукам, что так все благополучно и счастливо закончилось. Да ваше имя будет в аналы города записано. Вы в историю края вошли. Я же просил его помочь нам, чтобы не так уж страшно одиноко быть. Ибо нам часто совсем не в моготу бывает без средств и под давлением коммунистов. Петренко ВС, идеолог коммунистов, видно, крепко был недоволен Баварином, что он, бывший парторгом, отошел от них. Когда я хвалился, что Баварин вот так-то одобрительно сказал, то этот бурчал. Он перевертыш, перекрасился. Но когда добавил я, что в этом деле помог и Пороскун, прокурор края, то Петренко еще лучше вернул. Этого давно первого надо судить. Правда, потом и сам Петренко вышел из партии людоведов-коммунистов. Пышные похороны Бог дает иногда как бы для того, чтобы в кавычках рассчитаться с человеком за все, что тот делал хорошего в этой жизни. И уже в вечности этому человеку ничего не полагается, ибо он трудился не для Царствия Божия, а для себя, для временного. Баварин даже советовал мне, где часовинку поставить потом здесь. Но нам это не нужно, мы и так довольны, и есть где от непогоды схорониться. Пышные похороны памятны, но... Экклесиаз 9.4 Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Как и Аи Лебедь рвался куда-то на спортивную базу, навстречу. Да надо ли было это? Умел все, а ездить и не умел, не видел опасности. Всегда он был в очках, зрение-то было не ахи какое, и надо было бы не за рулем сидеть. А пристегнувшись ремнем, и подушки предохранительные непонятно почему не сработали. Что-то много тут непонятного, или уж вовсе и не так жизнь закончилась, как в газетах пишут. Многое наталкивает на такую мысль. Мчался, как генерал Романов в Чечне. И до ныне он мчится уже в инвалидной коляске. Кто его туда вызвал? Куда ринулся? Так и этот. Летел сломя голову на тот свет. Выиграл минуту, и проиграла жизнь. Кончились похороны. Теперь тело в земле. Все разошлись по домам, по своим заботам. А он один, где придет во тьме. Своего ангела-хранителя огорчал всю жизнь. Путался с этими коммунистами. И не простым был, а руководителем у этих разбойников, погубивших десятки миллионов людей. Жене же его ангел говорит, 3-я ездра 10-15. Посему воздержись теперь от скорби твоей, и мужественно переноси случившуюся тебе потерю. Если жизнь на земле еще продлится, то уже через полста лет и имя его изгладится. Никто же не вспоминает, кто правил городом Сим сто лет пятьдесят лет назад. Где эти первые генеральные секретари партии? Новое поколение выдвинет своих вождей, а этих забудет или заплюет. «А кто говорит, что имя твое будет жить в наших сердцах вечно, то так ли это?» «Какое вечно, если ты и сам завтра сгниешь, и тебе более в твоем сердце, и тем более в твоем сердце память о грешном человеке надолго ли?» «И на том свете о нем ли будешь думать и не вспомянется?» Епископ местный сразу же провозгласил «Рабу твоему Владимиру вечная память». И опять все съехало на обман, даже и помереть без обмана не дают. «Не был баварин рабом Божьим, он был слугой, рабом народа, как и каждый рабом своих страстей, амбиций, а доброе дело делал во имя ли Христа?» «Не от того ли, что умел ларить с людьми, и они ему тем же платили, как хорошему и талантливому руководителю?» «Но какое это отношение имеет к тому, для чего Бог направил человека на землю?» «Здесь-то у умершего ничего не было за душой, жил по волнам мира сего, увлечен был временным, а не вечным». «Я немножко еще добавлю здесь, когда ему впереди засчитали, которое поздравление с 60-летием-то, а потом я встретился с овщинником, он приходил овщинником, вот как-то больной уже был на наше здесь собрание, и он говорит, у него отдельная комната была выделена, ну такой мэр со всеми ладит, такие подарки нанесли». «И Баварин говорит, вот это все на похороны, говорит, приносят такое, а мне при жизни, ну вот, говорит, ваш листик это взял, ну эти-то такие украшенные, там блестящие, поздравительные-то, а у меня на обыкновенном листе отпечатано с печатью на бланке нашей общины. «И вот я говорю, жён один раз прочитал, походит среди этих подарков, опять возьмет ваш листик, то опять считает и стоит». «То есть, вот простое поздравление, и оказывается, и здесь не надо больших было денег, чтобы человек обратил внимание. И вот теперь мы проходим, когда к нам в храм и в коридоре, в притворе, там это всё висит, фотографии четыре. На одной по рукам мы ударили, на другой все четверо сфотографировались, на одной поцеловались, и всё это объяснено. И вот тут, которое послало поздравления, ещё там написано такое, говорит, я в очередной раз прихожу к мысли, что надо лично встретиться, без личной встречи ещё о человеке знать не будешь. Вот так. Игнатий Тихонович, а Овчинников-то зам его ещё жив? Он жив, но там не всё в порядке, у него инсульт что-ли был, но к нам он пришёл, так говорить много не мог, но был, принёс эти фотографии. Я говорю, Володя, Владимир Петрович, у меня фотографии-то эти есть, но главное, что фотограф, который фотографировал, Волобуев, он почти 30 лет у нас потеряет, как его придворным фотографом считали, фотохудожник, поехал в Москву, вот прям месяца не прошло. Какое-то там такое, конференция, фотографов этих, и он потерялся, и по сей день его нигде не найдут. Волобуев Александр Павлович, хороший, спокойный человек, но любил выпить. И говорят, может так, что было, ну не знаю, тоже молимся о нём. Вот я спрашиваю, все на большие деньги, столько людей было знакомо, ну кто может написать такое воспоминание, такие молитвы? Я тут всю ночь названивал, крещён он или не крещён, наконец узнал, крещён, мы сразу помолились. Я добавлю в конце, господи, прости, что молюсь, может быть и нельзя молиться за него, но он так много для нас сделал. А потом показали, не показали, а рассказали, он вроде ребёнка крестили у Золотухина, Валерия Сергеевича, ребёнка. И он крёстным был. Ну всё тайно это. Ну потом мне уже добавляли это, что, так сказать, крещён, крещён был. И вот такое воспоминание никто не напишет ему, никто. Во-первых, ну просто мы разные. Как вопросы-ответы, никому не написать, почему? Разная биография. У меня тут ни таланта никакого нет, другой бы, знаешь как. Одна написала, его Бог взял туда. Здесь она, женщина, это как бы секретарь алтайских поэтов тут. Ну, Колесникова, фамилия её. И она пишет, вот он взял его, Господь, потому что он хороший, он нужен там для управления на небе. Ой-ой-ой. А я такое говорил ему, смотрите, вот. Он видел, как я одетый всегда в кирзовых сапогах. Ну какой я? В этой кролящей шапке. Ну вот если бы ему сказали, тебя отпустят на волю, но домой уже не заходи издалека, поприветствуй их и всё, и каждый день на проповедь по всему краю пешком. Пошёл бы он или нет, если ты не будешь, это сразу опять в могилу ляжешь. Конечно, согласился бы. Ну вот это и есть, что надо было при жизни со мной согласиться. Вот так. Вот так. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон», том 6, вопрос 1552, тема «Смерть». Наш отец похоронен в Киргизии. Теперь наши почти все переехали в Россию. Стоит ли тратиться на то, чтобы перевести прах отца и похоронить рядом с его родителями и с нашей мамой? Не грех ли перевозить останки человека с места на место? Что это даёт? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нас должно интересовать только мнение Бога, которое отображено на страницах его книги, то есть Святой Библии. Послание к евреям 11.22. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Деяние 7.16. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Эмора Сихемова. Книга Исход 13.19. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых и сказал, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда». Перезахоронение есть в любой нации, в любой религии, кроме Индонезии, где все трупы съедаются птицами и кости сжигаются. Православная церковь торжественно проводит перезахоронение, когда в этом есть нужда, или когда месту захоронения угрожает затопление или уничтожение кладбища. Книга Бытие 47.29. «И пришло время Израиля умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое, и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте». После гибели Самсона с врагами его привозят с чужбины домой. Книга Судей 16.31. «И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его. Из других стран старались всегда привозить кости умерших, которые уже и телами назвать нельзя было». Второе царство 21.14. «И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, и кости, повешенных на солнце в земле Вениаминовой, в цело во гробе киса отца его». «Христиане выкупали за большие деньги тела своих братьев и сестер и торжественно хоронили их». «Если есть деньги и разрешение тамошних органов на вскрытие могилы, то ничто не препятствует этому совершиться. Конечно же, хорошо, когда все родственники в одном месте, и панихиды удобно совершать, и поклониться праху родных». Четвертое царство 23.30. «И рабы его повезли его мертвого из Мегидона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Книга «Открытым оком», том 6, вопрос 1561. Тема «Смерть». «Какие чувства могут у христианина преобладать, когда он слышит о смерти врагов своих?» Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. «Книга «Притчи» 24.17.18 «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». «Книга Иов 31.29. Радовался ли я по гибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» «Это возвышенное чувство прощения врагам является вершиной в христианстве». И.М. 5.44 «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». «Великодушие в прощении врага возвышает человека, дает возможность большего наслаждения, чем упоение кровью поверженного соперника». Книга «Притчи» 17.5 «Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным, а милосердный помилован будет». «Мне пришлось пережить многих моих врагов. Кто бы ни писал кляузы, они все наказаны. Я всегда молюсь перед Богом, чтобы Бог простил этих клеветников и привел их к раскаянию. Но они один за одним сходятся сцены». В поганейшей газете «МК на Алтае» писали не раз припохабные статьи против меня, иногда даже и без подписи. «Во время суда я узнал, что писал Самульцев Александр Евгеньевич со слов Петренко ВС, идеолога КПСС. Но вот один парализованную руку не повернет к себе, а о другом вдруг читаю в Алтайской правде за 13 мая 2003 года, что он найден мертвым в подвале. «Главного редактора этой газеты порезали и что-то еще хуже того сделали. Тот юрист, Сайк СК, исчез от них. Суды против них мною полностью выиграны в законном суде. Они достойны великой жалости». «А все равно на душе приятно, что правда торжествует, не радуясь погибели, но радуясь любящему Богу, что Он так защищает нас. А о врагах тоска, они достойны великой жалости. Радуясь торжеству дела Божия, если бы с ними несправедливо поступили, то тогда было бы сочувствие». 1 Коринфянам 13, 6 «Не радуются неправде, а сорадуются истине. Представь себя на их месте, да еще с нашим характером, неуемной энергией, и при полной темноте, то есть в неверии, что бы еще более того не наворочил, так что да будут преданы забвению преступления всех против меня». «Учись, душа, премудрость познавая, сумеем избежать конфликтов, мятежей. Как наточить топор, об этом ты узнаешь, стать миротворцем среди жен, мужей. Учись, сынок, и воскресая из мертвых, сверяясь по писанию сверх сил, дурное отдирая острой теркой, так в детстве каждого его отец учил». «Имея специальность не одну, ты сможешь в душах распахать, засеять, жизнь сохранить и выиграть войну, стать человеком Божьим Моисеем. «Учись, сынок, умей прощать обиды великодушно, строя вечный дом, свободно петь псалмы царя Давида, примером в мудрости пусть будет Соломон. Не бойся, научись кроить одежду божественного, испросившись страха, и о болезни озаботься прежде, учась премудрости у древнего сираха. «Учись, дочурка, сохранивши девство, уцеломудрись в утренней молитве, как хорошо Христовой стать невестой вслед за иглой, скрепляющей ниткой. «Учитесь возвышающим канонам, характеру Христа, Сына Марии, в своих грехах не смей искать виновных, не породнись с лукавнейшую кривдой. Учитесь у природы, друг у друга, напрасно день прожили не учась, слепой духовно ходит жизнь по кругу, поесть, поспать, и так за часом час. «У ног Христа, благое избирая, свидетельствуй другим о той любви, наследницей дарованного рая, свободным и ликующим живи». «13 мая 2003 год, Игнатий Лапкин». «Вот я тут немножко добавить, хочу к этому вопросу. Здесь зарегистрированные баптисты на улице Родины». «Игнатий Лапкин, подождите, пожалуйста, я выключил, а мне охота вас записать. Сейчас я настрою камеру. Чуть повыше поднимитесь. Пожалуйста». «Прошлые годы, когда мы жили на Никитинской, а там совсем недалеко от нашего храма Покровского собора, ну там, где сегодня главная митрополия совершает богослужения, мы ходили в неделю, сейчас четыре раза богослужения были у баптистов, зарегистрированные всех Б. И там был у них в то время не просто баптист, а соединенные с пятидесятниками под нажимом советской власти. Ну они там гласолали это говорение на языках. И один из них был мельник, мельник Иосиф Иванович, высокого роста, с одним глазом. Он где-то отбывал срок на лесозаготовках, ему сучок попал в глаз и выбил глаз. Но он говорил так, и все касался православия. Что-то так он прямо не... И мы тогда уже ничего не... мы же сидим на скамейке. Как только он выходил на капельку, мы сразу поднимались и выходили. А походили-то мы не одни, это было заметно, когда несколько человек среди богослужения. Но мы выходили тихо, не дверью, не хлопали, ничего. Ну и свои-то его братья-то другие-то и говорят, ну что ж такое-то? Ну ты маленько, ты Иосиф, смотри. Он не может сказать, что он один правильно говорит. Остальные-то... и ты пресвитер, и диакон. У них тоже свои названия-то есть, хотя они в действительности никто. Фальшивка все. Ему говорят, ну ты маленько-то измени, но раз сказал, два сказал, там иконы, идолы, там и прочее. Ну и как-то бы надо маленько по-другому-то. И вот мы поднялись, уходим, а он кричит прямо с кафедры, Надежда, подожди, не выходи, я буду говорить так. Прямо с кафедры, на весь зал-то. Ну мы все равно вышли. А он жил где-то тут, около Тольменки, не доезжая. Все-то такое было зерско, или какая-то тут станция небольшая. И вот он заболел и умер. И сделал завещание. А завещание было такое. На могиле мне эту тумбочку не ставьте, ну как у бапистов то есть, а поставить православный восьмиконечный крест. И чтобы на кладбище этот крест нес Игнатий Тихонович. Вот это для меня было вообще... Даже ни в одном с неба не увидел. То есть, а работа шла. Они знали, где баптисты объявляют, какой бабки, что-то надо сделать, крышу перекрыть. Они придут, а я уже на крыше сижу, говорит, полкрыши ободрал. Вот это все-таки дела. Как помню, сейчас я отвлекаюсь немного, за столом сидим, а пресвитер Никонов, Алексей Дмитриевич был. Он где-то на шахте работал, покореженные пальцы были у него. На него за это нападали, там и проще. Ну и вот там, среда, она хозяйка-то сделала, пельмени, не пельмени, там как такие, больше-то, со сметаной. А пресвитер грузный такой. Так что, не будешь, если... Я говорю, у нас сегодня пятница. А то как бы они нападали. Но я делаю тут главную работу, наверху-то, молодой. И он, не будешь, он берет мою чашку, как сейчас помню, эта тарелка большая, и он ее перепрокинул, вот так вот, в чашку, с чашкой, с тарелки на тарелку-то, и тоже подмел туда. Мне так интересно было. Ну, похоже, у нас тоже такие есть. Так вот здесь, то есть между собой у них какие-то разговоры все-таки шли. И вот то, что он при смерти сделал завещание, они понимали, под Кузьмил он крепко им. Ну, я поехал, конечно, мне пришли на дом, сказали, они насчет этого молодцы. Но я приехал, посмотрел, крест тяжелый, но унесу я его, длинный крест. Я вот так взял где поперечина, а дальше он как-то рисует у нас изображение Христос, когда несет крест, длинный крест, надо землю закопать-то, деревянный-то. Ну, и когда тронулся, они по-своему песни поют, все, а на меня смотрят. И когда уже выходить стали, я крест взял и пошел, но они видят, что тяжело нести-то. И здоровые, крепкие ребята, как Толстенко Сергей, этого Василия Толстенко, священник, который стал от них, перешел к нам в православие. И вот он идет и говорит, этот Сергей, брат его, да, нет большей радости для человека, как идти на похорнах поверженного врага. И вот к этому, то, что сейчас считали, как относиться-то. Ну, подходят, давайте понесем, давай, я нет, ну, Игнатий, разве кому удаст принести, а я самый первый иду на кладбище. Ну, а за мной вся процессия. Он же, там дети, может, были, я не знаю, кто там был сейчас. Ну, вот видишь как, никогда не думал, что придет, первый раз в жизни нес крест, и больше никогда не пришлось. И кто действительно был самый у баптистов, такой человек, неспокойный. И вот, как все, Господь все устроил, и у него крест стоит, ну, и теперь ясное дело, что православие снова к нему возвратилось. А он проповедник был довольно талантливый, тем более 50-ник был, такая его проповедь была, видно, живая, не сонная. Вот как Господь все устрояет, как относиться к врагам. конечно, как говорил Сталин, вроде бы Сталин говорил, лучше нет ничего, как там, катехинское, или какое вино, выпить, и за гробом врага идти. Вот когда, ну, кто там у него, Бухарин, Рейков, все эти, которые были друзьями, которых он подвел под монастырь. Вот я к этой теме вот такое мог рассказать. Вот, все. Ну, я себя о своих похоронах наказал. Ты, Сергей, знаешь, я на тебя смотрю. Заранее заламинируй Новый Завет и мне на грудь положить. На грудь. Тело мое не обмывать, не раздевать, хоронить в моих стоптанных сапогах, они у меня тут в прихожей, вот где я сейчас нахожусь, в Барнауле. Сапоги, написано для похорон. Сапоги, стертые в дребезги на благовестии. И на могиле, на кресте сделать какой? Крещок, чтобы не раздувало. И чтобы Второе Евангелие висело там. И надпись была, кроме того, что там какое сделают, кто там что. Это для тех, у кого нет Новый Завет, берите совершенно бесплатно. И все время проверять, есть они или нет. Если его нету, новый повесить. Я хочу проповедовать из могилы. Если даже могилу кто раскопает, чтобы могли найти, там был Новый Завет, Евангелие. Такое, чтобы туда ни капли не попадало. И проверить, умер я или нет, чтобы живого не закопали. Я все время опасаюсь. Проверить там, зеркало ко мне поднести, говорят, перышком в носу надо пощекотать, где-то порезать. Ну, короче, на сто процентов убедиться, что я уже не здешний. У меня есть стихотворение «Не спешите меня хоронить». Виктор Николаевич Савченко поет его. «Не спешите меня хоронить, я прощаюсь с оставленным телом». И вот как вокруг враги насядут, бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Виктор Николаевич хорошо его исполняет, поет, может быть, даже включить. «Не спешите меня хоронить, я прощаюсь с оставленным телом. Обредите меня для войны, для последнего страшного дела». Вот я об этом озаботился. У нас отец умер когда, у него 10 детей. Три рубля только нашли у него. Ну и... Интересно, вот отец контуженный был, не слышал. А Павел наш хорошо слышал, даже в КГБ работал одно время. И как только отец умер, он лег на его кровать. Утром встал, уши не слышат ничего. И по сегодняшний день глухой с аппаратом. Вот что-то есть это ни раньше, ни позже. И вот о похоронах, когда это все вспомнишь, а как оно у вас будет, что с собой захватишь? Как жена миллиардера в Америке, какое-то было бриллиантовое платье у нее, и она как зажала пальцы, и так не могли разжать, кусочек этот отрезали. С этим умерло все, что захватило в этом мире. И, конечно, хотелось бы христианскую кончину с покаянием, исповедоваться, пособороваться, причаститься, но от этого спасение не зависит. Как Богу угодно. Он дело это покажет. каждый день мы читаем молитву вечернюю, вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит, суда твоего боюсь, я грешу. Вот мы все время готовимся, сон как смерть. Встань спящий, воскресни из мертвых, а осветить тебя Христос. К этому нам-то не привыкать, нам все знакомо, и ангелов знаем, ну, конечно, не все, но не так, как не верующий, умер, он ничего не может понять, что такое-то, а мы это ждем, об этом, молимся. Я никогда не думал, что доживу вот в 81-й год, это вообще, у меня сердце так прихватывало, пять лет помню, шел и дыхнуть не могу, и потом все исчезло, вот такое дело. Ну, все, вот что я хотел сказать, продолжай дальше. минутка перерыв и продолжу. Минутка перерыв и продолжу. поля одна осталась. Пищашки. А, не еле, она не ела. А, ну так. заряжена, сп ряжена, при��ate. А? это выражение мне, да, Диана. наверное, languages Продолжение следует... Оля, не вижу тебя. Оля, не вижу тебя. Оля, видео включи, Шимоненко. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1819. Тема «Смерть». Отцы познаются в детях. Владимир Мономах давал наказ на столетия вперед. Иаков, умирая, пророчествовал о будущем 12 колен Израиля. А когда умирали святые, то какие они давали наказы, серьезные или пустячные? Отвечает Игнатий Тихонович Халаткин. Все просили не нарушать установленный у них устав. Но иногда делали взаимосвязь с вещами обыденными и состоянием самой жизни. Может, это и нужно было тем людям, когда они были привязаны только к вещественным началам мира церковного? Как им говорить о том, чего сам их учитель не имел? Не мог же он завещать выйти им из монастыря и проповедовать миру? Не мог же он давать наказа распространять Библию и нести эту благую весть в массы о Христовой пролитой крови, если сам сидел в затворе? Вот они и наказывали то о мантии своей дырявой, то о свечах и лампадах, то о том, чтобы им память обязательно творили. И тогда просьбы их он будет выполнять. Было ли это сказано на смертном одре или же описатель Прибавил? Но вот такое завещание не раз встречается. И это говорит... Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. 1 Тимофею 6.13 Пред Богом, все животворящим, и пред Христом и Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю тебе. Житие Серафима Саровского, память 2 января. Цитата. Конец цитаты. 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 Я в друзьях долголетия не тешу себя, разве в первом полупоколении. Но враги… За их души я бился, любя, вспомня тысячи раз с изумлением. Божьей милостью мне удалось особрать в сжатом виде от церкви крещение. Этот труд оживет непременно сто крат, для Христа принесет приращение. В этом мире гарниле нескучно летел, жаждал душу характер возвысить. Что ж, пора отойти от судов и отдел, им другим мои тысячи писем. В них найдете ответ на кудрявый вопрос. Он бесхитростно прост, без лукавства. Да, я грешник, но верю, спаситель Христос обещал даже мне свое царство. Помолитесь о мне. Ухожу не на день. Верю в силы молитвы за верных. Только влагу почувствует замерший пень. Вновь ростки зеленеют средь терний. 30 июля 2001 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открыты окон». Том 7. Вопрос 1876. Тема «Смерть». Кончина любого человека – уникальное явление. Но когда читаешь об угодниках Божьих, то это событие выглядит вовсе не трагично. Дайте этому примеры. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Самое неприемлемое верующим в смерти святых – это их доходящее до отчаянности, иногда неуверенность в любви Божией. Всю жизнь, пробыв в монастыре, они так и не подошли к милости Христовой. Верующие же вместе с апостолом могут сказать 2 Тимофея 4, 7, 8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Филиппийцам 1, 23 «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Житие Иоанна Златоуста, память его, отмечаем, 13 ноября. «Тогда святой вошел в церковь, спросил светлые церковные ризы и переодел на себе всю свою одежду, начиная с обуви. Затем свои одежды он роздал находившимся с ним на корабле, а в церковных одеждах совершил витургию и причастился при чистых и животворящих тайн тела и крови Христовой. Потом, благословив всех присутствовавших и отдав им последнее целование, возлегся словами «Слава Богу за все!» И вслед за тем предал дух в свои руки Божии. Это было в самый день воздвижения честного креста Господня. Таким образом, святой угодник Божий в течение всей своей жизни, несший крест свой, распинаясь для мира и сораспинаясь Христу, скончался в день, посвященный памяти честного креста. Так-то угас церковный светильник, так умолкли золотые уста, так совершил подвиг и скончал течение добрый подвижник и страдалец, проживший шесть лет на патриаршем престоле и проведший три года в изгнании, переводимый с места на место. «Житие святого Менигна. Память 22 ноября». Цитата. «Тогда его сняли с дерева и отсекли главу. В это время из уц святого вылетела к небу чистая горлица». Кекилия. 22 ноября. Как только совершилась казнь, Максим подклятываю засвидетельствовал пред всеми, что он видит ангелов Божиих, сияющих как солнце, которые, выведши души святых из телес, как каких-либо прекрасных девиц из чертога, возносят их к высокой славе к небесам. «Житие святого Феодора Студита. Память 11 ноября». Цитата. «Он болел в продолжении четырех дней, а на пятый наступил конец его болезни, а безболезненной жизни – начало. Когда преподобный приближался к представлению, к нему собралось множество братьев, и они плакали о нем, как о своем отце и учителе. Взглянув на них, он немного прослезился и сказал, «Отцы и братья, вот приспел конец моей жизни. Мы все должны испить сию общую чашу, одни раньше, а другие позже. А все же мы не минем того часа. И вот я ухожу путем, коим отошли наши отцы, туда, где жизнь вечная, а наипаче, где Господь и Бог, которого возлюбила душа моя. «Его я от всего сердца возжелал. Его я назвался рабом, хотя и не исполнил своего ему служения. Вы же, братья мои и любимые чада, оставайтесь верны словам моим, которые я передал вам, содержа правую веру и благочестивую жизнь. Вы знаете, что я не переставал возвещать вам Слово Божие и наедине, и в собрании всех. Ныне же я усердно умоляю вас, имейте его в вашем уме и сохраняйте, потому что у меня есть забота о вас, как у желающего дать о вас отчет. Посему и вы заботьтесь, дабы непорочными отойти отсюда. Я же, если обрещу дерзновение пред Господом, обещаюсь молиться за вас». Большая пауза. Житие святого Мартина, милостивого, память его 12 октября. К концу своей жизни Мартин, услыхав, что между духовенством в округе Канда возникла ожесточенная распря, поспешил туда, чтобы восстановить примирение между ссорившимися клириками. Созвав своих иноков, он предсказал им о приближении своей кончины и отправился в путь, напутствуемый их слезами и воплями. Восстановив мир в Канде, святой подвергся там жестокой горячке и, чувствуя наступление своей кончины, приказал своим ученикам положить себя на пол в савани и пепле, потому что так, по его же словам, должны умирать христиане. При этом он, как казалось ему, видел близ себя дьявола. Две тысячи иноков и хор девственниц сопровождали тело его. Житие Пафнутия Боровского, 1 мая. Простившись с братьями, преподобный пошел к литургии, поддерживаемой своими учениками. Когда один из них, уже немолодой, желая поддержать святого, взял его за ладонь, то преподобный с гневом выхватил руку и велел держать себя только за одежду. Вот каким осторожным хранителем бесстрастия был он, даже в старости и болезни уже предсмертным исходом не дозволял прикасаться к своему телу. Старец ничего не вкушал в тот день, только попросил себе сытый, то есть воды с медом. В тот день великий князь московский Иоанн Васильевич, неизвестно как узнавший о болезни преподобного Пафнутия, прислал к нему посла с грамотой. Когда ученик подал подвижнику великокняжеское послание, он сказал, «Возврати послание принесшему, пусть отдаст его пославшему. Теперь я уже ничем не связан с миром, не желаю чести и не имею страха пред сильными мира». Иннокентий заметил своему наставнику, «Что касается тебя, ты сказал правду, но ради Бога сотвори полезное нам, не оскорбляй великого князя, не разгневай его». Старец же ответил, «Истину говорю вам, не разгневайте с большой буквы Единого, тогда ничего не успеет против вас гнев человеческий. Если же Единого разгневаете Христа, никто помочь вам не сможет, а человек, если и разгневается, снова смягчится». В житии святого Серафима Саровского, память 2 января. В келье Серафима всегда горели негасимые, никогда старцем свечи, который на все предостережения относительно этого обыкновенно отвечал, «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожара». В продолжение 8 дней тело преподобного Серафима стояло открыто в Успенском соборе. В день погребения за его литургией было так много народа, что местные свечи около гроба от духоты гасли. В начале следующего, 1903 года, Святейший Синод, в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, совершающихся по молитвам старца Серафима, определил признать его в лике святых благодатью Божию прославленных, а всечестные останки его святыми мощами. В житии святого Феодосия Великого память 11 января «В начале у преподобного было семь учеников, зная, что для начинающих жить по-божьему нет ничего полезнее, как пометование о смерти, что называется и считается истинным любомудрием. Святой повелел ученикам выкопать могилу, чтобы, взирая на нее, они учились помнить о смерти, как бы имея ее перед глазами. Когда могила была готова, преподобный пришел посмотреть ее и, стоя над могилой, сказал ученикам своим, как бы усмехаясь душевными же очами, провидя имеющее быть». Цитата. «Вот, чадо, могила готова. Не надеется ли между вами кто-либо готового к смерти, дабы обновить собою эту могилу?» «Когда святой сказал это, один из предстоявших учеников его по имени Василий, по сану Иерей, тотчас, предупреждая других, пал на колено предстарцем и, распростершись лицом на землю, просил благословения умереть и быть погребенным в той могиле. «Благослови, отец», говорил он, «мне обновить могилу, чтобы мне первому из братьев, поучающихся о смерти, быть мертвецом». Старец соизволил на его просьбу и повелел совершать поминовение по живому Василии, как уже по умершим, согласно закону о поминовении усопших в третий, девятый и сороковой день, «Когда окончились все поминовения, скончался и блаженный Василий без всякой болезни. Как бы уснув сладким сном и почив, он перешел ко Господу». По прошествии сорока дней после погребения его старец увидел Василия, который явился посреди братьев во время правила и пел вместе с ними. Он помолился Богу, чтобы и у прочих открылись глаза, чтобы и они увидели явившегося. Увидев его, один из братьев по имени Аэтий от радости устремился обнять его руками, но явившийся тотчас исчез и стал невидим. Удаляясь, он сказал во всеуслышание, «Спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь, а меня больше здесь не увидите». Конец цитаты. Это было первым свидетельством до пролетели преподобного Феодосия, что у него был таковой ученик, готовый по его наставлению на смерть и оказавшийся после телесной смерти живым душою по Слову Господню в Евангелии. Евангелие Таана 11.25. «И Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Память святого Кирилла, жития святого Кирилла, память 11 мая. Константин, узнав о своей смерти, начал петь следующую церковную песнь. Псалом 121, первый стих. «Возрадовался я, когда сказали мне, «Пойдем в дом Господень». Возвеселился дух мой и сердце мое обрадовалось. Затем он оделся в лучшие свои одежды, с радостью проводил весь тот день и говорил, «С этого времени я никому на земле не слуга, а только Богу Вседержителю и был, и есть, и буду». Простите. «Но только Богу Вседержителю и был, и есть, и буду вовеки. Аминь». Пару минут пауза. «Возвесел, как так можно было не до конца засчитать». «Возвесел, как так можно было не до конца засчитать». У него программа, он же записывает на программу на одну, а там можно паузу установить. Закончил вопрос, я про это говорю. Меня там зачем? Вопрос не окончен, а потом приду, пройдусь и докатаю. Это не годится, а совсем никак. У меня идет, так она будет. Продолжение следует... 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 4 года весь земной шар должен отдавать на другой день константин пожелал принять схему причем был назван кириллом болезнь его продолжалась 50 дней однажды во время своей болезни кирилл обратился к мифорию с такими словами вот брат говорил он ему мы с тобой были как дружная пара валов возделывающих одну ниву и вот я падаю на борозде окончив свой день я знаю что ты сильно возлюбил гору олимп но ради горы не думай оставлять своего учения этим подвигом ты лучше можешь достигнуть спасения память жития пахомия великого память его отмечаем 15 мая цитата известен один важный случай жизни женского монастыря одна из монахинь как-то вышла за ограду монастыря она встретилась с мирянином портным и удивляясь спросила его о причине прихода в эти места тот ответил что желал бы иметь работу сестра возразила что они имеют собственных портных портной удалился светильницей этого разговора была одна монахиня поссорившись как-то с той монахиней она стала порицать ее и припоминала сукоризну ее разговор с портным молодая инокиня взволнованная ложным обвинением горячо плакала она преувеличенно представляла себе тот позор какой по ее мнению ожидал ее теперь в монастыре угнетаемая скорби она тайна пошла к реке бросилась в ее волны и утонула узнав об этом другая сестра позволившая себе незаслуженно укорять несчастный молодой инокиню впала великое отчаяние и лишила себя жизни задушившие себя веревкой скоро узнал об этом преподобный пахомий глубоко опечаленный этим случаем ставит запрети упоминать их в молитвах домашних совершать литургию и подавать милостыню за них пахомий строго отнесся и ко всем сестрам общежития ввиду того что они не употребили должного старания чтобы найти невинную и обидчицу примирить и успокоить их и пренебрегли их положением и спокойствием а может быть и поверили клевете одну из сестер ставец отлучил их от святого причащения на 7 лет память григория волог вологонского 30 сентября житие его цитата когда приблизилась его кончина и он дал брать и последнее завещание говоря когда душа моя разлучится с телом не удостаивайте меня никаких почестей а просто взявшие за ноги моё тело стащите его в болото вот эта тема это и жития надо именно вот эту строчку я хочу взять которые у нас смерти вот еще суть со всем а не просто жития житие димитрия ростовского память 21 сентября за три дня до представления святого димитрия болезнь давно уже таившаяся в его груди обнаружилась и особенно с особенно силой в кашле тотчас он приказал позвать к себе певчих для пения им самим сочиненные в духовных песнь песнь песней в огробе под голову и под все тело были посланы по завещанию святеля его черновые бумаги только у правой руки четыре перста переломились от облив от обвалившиеся во внутрь гроба доски и левая рука отделилась от локтя все прочие части тела совершенно крепки житие святого эпихария святой память 27 сентября это женщина за твердое исповедание имени христова ее повесили и строгали после чего сорок воинов били ее оловянными молотками житие симеона столбника память первого сентября не слышно было дыхание только сильное благоухание как бы от различных благовонных ароматов исходило от тела его и плакал весь народ даже птицы во множестве на виду у всех с криком летали вокруг столпа как бы плача о кончине такого светильника миру всенародный плач слышен был на семь стадий и окрестные горы поля и деревья казалось будто сетовали и плакали вместе с людьми ибо всюду воздух был примрачен и носились темные облака я же видел явившегося при святых мощах ангела и было лицо его как молния одежда как снег и с ним семь старцев беседующих слышал и голос их но что говорилось не уразумел и во страх и ужас объял меня житие святого засима вавилонского память 4 июня засима изумившись их прозорливости возвестил им об обстоятельствах смерти своего ученика которые и без того были известны старцам когда оба подвижника восставшие пошли вместе с засимой врату иоанну увидав умершего лежащим на земле они сказали не скорби ава засима бог поможет тебе и после этих слов громко возгласили обратившись к умершему брат иоанн встань ибо тебя зовет твой ава мертвый тотчас же ожил и встал с земли тогда старцы отыскали змею и разорвали змею и разорвали ее надвое святой маркелин память 7 июня так скончался священномученик папа маркелин оставивший образец покаяния для многих впадавших в то время в подобный грех ибо тогда многие отвергались от христа из-за страха предмучениями житие святого ивдокима память 31 июля когда он лежа на удре болезни приблизился к смертному часу то созвал своих домашних и завещал им склятвой чтобы они по отшествии души его не осматривали не омывали его тело и похоронили в той же одежде и тех сапогах какие были на нем и так положили бы его во гроб потом приказавши всем выйти и затворить двери он совершил молитву которую слышали некоторые через дверь в молитве он просил чтобы кончина его никому не была видимо как и жизнь его заключавшая в себе тайные подвиги не была кому-либо известна жития пимена палестинского память двадцать седьмого августа яви любовь нам яви любовь мне отче расскажи почему ты не пострадал от холода будучи нагим и отвечал мне старец пришел лев лег около меня и согрел тело мое однако знай сын мой что я буду съеден зверями тогда я спросил его по какой причине ты отче будешь съеден зверями на это старец ответил мне когда я жил в мире на родине моей оба они происходили из галатии то я был пастухом овец однажды когда я пас овец мимо моего стада проходил некоторые муж мои псы напали на него и растерзали я мог спасти его от псов но не сделал этого и узнал я по откровению Божию что и я должен умереть такой же смертью именно буду именно буду растерзан зверями житие святой евпракси память двадцать первого двадцать пятого июля так рассказывала игумения старецам о своем видении а сама плакала и наконец сказала вот нынче десятый день с тех пор как я видела и завтра евпраксия приставится услышав это Юлия стала бить себя в грудь и пошла в пекарню с плачем и рыданием увидала ее плачущую евпраксия и сказала заклинаю тебя сыном божьим скажи мне что ты слышала что так плачешь я плачу отвечала она потому что сегодня мы расстаемся с тобой я слышала от великой госпожи нашей что завтра ты скончаешься евпраксия как услышала это тотчас лишилась сил и упала на землю словно мертвая Юлия сидела над нею и плакала потом евпраксия сказала Юлии дай мне руку сестра моя подними меня и отведи меня в дровяной сарай там положи меня Юлия так и сделала евпраксия лежала на земле плакала и говорила господу за что владыка ты погнушался мною странницей сиротой за что презираешь меня теперь бы мне время трудиться и бороться с дьяволом а ты теперь берешь у меня душу смилуйся надо мной рабой твоей господи и оставь меня по крайней мере на один этот год чтобы мне покаяться в грехах моих потому что не покаялась я нет у меня добрых дел и нет у меня надежды на спасение умершим нет покаяния ни слез и не мертвые хвалят тебя господи и не сошедшие в ад но живые благословляют имя твое святое дай мне один год как бесплодной смоковнице когда она так рыдала одна из сестер услыхала пошла и сказала игумении со старицами кто рассказал ей спросила игумения о нашем разговоре и смутил ее душу не запретила ли я вам сообщать ей эту тайну пока не придет ее час что вы наделали прежде времени смутили ее пойдите приведите ее сюда когда привели святую она упала в ноги игумении говоря отчего не сказала ты мне матушка что близка моя кончина я бы поплакала о моих грехах и вот теперь я отхожу без надежды на спасение нет у меня благих дел пожалей меня владычица моя помолись обо мне богу чтобы он дал мне пожить один год дабы мне покаяться в грехах я отхожу без покаяния и не знаю какая тьма вымет меня и какая мука ожидает меня игумения на это сказала жив господь дочь не тленный жених твой христос удостоил тебя небесного царствия и приготовил тебе прекрасный чертог и венец вечной славы и начала игумения рассказывать ей все свое видение о ней и так утешала ее вселяя в ее душу надежду кроме того она просила евпраксию помолиться о ней богу чтоб он и ее сподобил такой же участи евпраксия лежа у ног игумении занемогла сначала у нее сделался озноб а потом жар объял ее возьмите ее сказала тогда игумения сестрам и внесите в молельню приходит ее час ее взяли положили в молельню и сидели возле нее скорбя и плача до вечера вечером игумения приказала сестрам принять пищи а при евпраксии остаться одной юлии так как та никогда не оставляла ее юлия затворилась с ней и пробыла до утренни она просила евпраксию сестра не забудь меня пред господом вспомни что я не расставалась с тобою вспомни что и грамоте я научила тебя вспомни что и к подвигу я побуждала что и к подвигу я побуждала тебя умоли Христа чтобы он и меня взял с тобою с наступлением утра увидала игумения что евпраксия уже при последнем издыхании и послала юлию к сестрам сказать идите проститесь в последний раз с евпраксией она кончается собрались сестры стали прощаться с ней плача и говорят повини нас сестра во царстве христовом она же не могла говорить и молчала после всех пришла и та которую евпраксия избавила от мучившего ее беса она целовала руки ее со слезами и говорила эти святые руки много послужили мне недостойные ради бога простите эти святые руки много послужили мне недостойные ради бога ими отогдан был от меня мучивший меня дьявол евпраксия уже ничего ей не отвечала и сказала игумения разве не жаль тебе этой сестры евпраксия она так плачет а ты ничего не скажешь ей евпраксия я взглянула на на эту сестру и сказала что ты беспокоишь меня сестра оставь меня в покое я при кончине уже но бойся бога и он сохранит тебя потом посмотрев на игуменью она сказала молись за меня матушка так как трудно душе моей в эту минуту благодарю за внимание сегодня все с богом ора спаси христос за помощь я говорил не раз произносить еще и ясно притяжательные мастеремения моюсь мой ся у вас окончание половина слова срезаете и меня в особенно меня меня повторить несколько раз меня 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 моюсь моюсь вот так молодец все сбору с богом пошел никого не осталось все разбежались я это все все